друзья сегодня мы с вами наконец будем вязать вот такое вот очаровательная платьица прошлом видео уроке мы с вами учились вязать складки крючком я надеюсь всем было все понятно хорошо видно в этом видео уроке мы с вами свяжем платье еще раз пройдемся по принципу вязания склада крючком здесь будет использована более тонкая пряжа поэтому если вам будет что-то не видно непонятно я вас отсылаю к предыдущему видео уроку также если вы еще не смотрели мои видео уроки я вам предлагаю их посмотреть там очень много полезной информации если вы не умеете совершенно вязать кукольную одежду не знаете что такое реглан например тоже есть отдельные видео уроки посмотрите их вам будет все гораздо понятнее поскольку вязание этой туники основываются непосредственно на уже пройденном материале на базе предыдущих уроков у меня моя туника будет связана вот для этой куколки рост куколки у меня где-то 16 сантиметров вы можете переложить схему на свой размер если вам нужна схем помощь в перекладывании схемы пожалуйста напишите мне попробуем с вами разобраться также если вы смотрите это видео в моей творческой группе вконтакте будет выложена отдельно пост со схемой с текстовым описанием вот эти вот туники подождите посмотрите давайте уже с вами приступать итак друзья приступаем мы с вами уже к вязанию вязать я буду из вот такой пряжи называется она енард это это мин это стопроцентный акрил 180 метров 30 граммах пряжу очень мягкая тонкая и подходит для вязания кукольной одежды даже для достаточно маленьких куколок из нее получается очень мягкие приятные на ощупь изделия крючок я буду использовать 1 и 3 миллиметра в это видео уроки я не буду подробно объяснять каким образом я распределяю петли по реглану почему именно так для этого есть отдельный видео урок если вы ничего пока не знаете про реглан посмотрите пожалуйста видео урок реглан на квадратной кокетке распределение петель там я очень подробно останавливаюсь на том каким образом рассчитать количество петель и как их распределить по линиям реглана здесь у меня получается вот такая вот схема у меня всего 28 петель плюс 1 воздушная петля подъема нулевом ряду получается я делаю 28 столбиков без накида без прибавок и убавок это подготовительный ряд горловины и дальше я распределяю вот таким вот образом у меня получается здесь на спинке 5 петель потом идет линия реглана потом идет 4 петельки это рукав линия реглана 6 петелек перед линии реглана 4 петельки рукав линии реглана и 5 петелек на спинке первый ряд я уже провязала 28 столбиков без накида это нулевой точнее ряд дальше мы в следующем ряду будем с вами распределять непосредственно петельки по реглану так что мы с вами делаем вот я сделала две воздушные петельки подъема теперь я вяжу 5 столбиков спинки 4 и 5 я дошла до 1 линии реглана я провязываю в одну петлю столбик с накидом воздушная петля и сюда же в эту же петлю столбик с накидом это будет моя линия реглана дальше у меня идет 4 петельки рукава 4 петельки рукава снова линии реглана провязывают также столбик с накидом воздушная петля и столбик с накидом в эту же петлю получаются такие вот галочки дальше 6 петелек переда снова линия реглана опять пишу вижу в одну петлю столбик с накидом воздушная петля и сюда же столбик с с накидом дальше 4 петельки рукава снова линия реглана столбик с накидом воздушная петелька столбик с накидом сюда же в эту же петлю и оставшиеся пять столбиков с накидом спинки вот так вот что у меня получается на сегодняшний момент так следующем ряду мы с вами начинаем вязать складочки но сначала перед тем как начать вязать складочки я хочу сделать петельку для пуговицы данном случае у меня будут навесные петельки для пуговицы вижу я их следующим образом я вижу по кромочке соединительные столбики до самого первого ряда вот так теперь я набираю цепочку воздушных петель наберу 7 наверное достаточных для того чтобы сформировать петельку необходимого размера у меня 7 воздушных петель и делаю соединительный столбик назад в первую петлю ряда вот что у меня получилось теперь продолжаю вязать делаю 2 2 петельки подъема провязываю первый столбик кромочную она меня будет а дальше следующие четыре столбика у меня будут провязываться встречная складка я попробую снять поближе чтобы вам было лучше видно итак первый столбик я провязываю рельефный лицевой столбик с накидом хорошо вытягиваю ниточку для того чтобы у меня полотно в дальнейшем не морщила второй столбик опять рельефный лицевой столбик с накидом теперь я поворачиваю вязание на другую сторону и смотрите нахожу вот свободные видите верхушки у меня остались которые я не провязывала вот сейчас я начну вязать сначала за задние полу петельки а потом перейду на вязание за передние полу петельки значит за первую заднюю полу петельку я вяжу 2 столбика с накидом можно посильнее вытянуть петлю потом подтянуть для того чтобы совершить вот этот вот разворот тянуть с первого раза не всегда получается так и за эту же полу петельку 2 провяжу вот так теперь за следующую полу петельку тоже за заднюю только провязываю тоже столбик с накидом вот теперь смотрите что у меня остается свободным меня остается свободными вот эти вот передние полу петельки мы за них ничего еще не провязывали мы сейчас разворачиваем снова полотно пока что вот так вот для удобства и за переднюю полу петельку я провязываю два столбика с накидом за первую переднюю полу петельку и за следующую я провязываю один столбик с накидом пока что у меня вот видите что получается то есть у меня идет вот сюда потом складочка загибается и в обратную сторону это будет лучше видно когда мы с вами провяжем дальше подробно вообще видео урок по складочкам был предыдущий там получше видно цвет пряжи более подходящий и пряжа потолще поэтому если вам сейчас не очень видно и понятно посмотрите пожалуйста предыдущий видео урок там более понятно это так теперь мы вяжем встречную складочку встречная складочка у нас вяжется как бы противоположную сторону скажем так теперь вяжем с вами встречную складку находим смотрите задние полу петельки следующих двух столбиков вяжем за них столбик с накидом за следующую полу петельку я вяжу прибавку то есть два столбика с накидом за полу петельку поворачиваю разыскиваю оставшиеся свободными передние полу петельки вот она первая вот она вторая за первую вяжу один столбик а за следующую я вижу прибавку эти прибавки мы вяжем для того чтобы у нас совершился разворот складки чтобы у нас ничего не тянуло и не морщила теперь смотрите я нахожу тела этих столбиков которые я провязывала и теперь вяжу два лицевых рельефных столбика с накидом за них можно вытянуть побольше ниточку сначала там подтянуть он за 1 рельефная вижу и за 2 вот что у меня сейчас получается пока это не очень понятно но потом вы поймете когда мы побольше свяжем то есть смотрите что у меня вышло у меня было всего в складке участвуют 4 столбика я провязала два столбика рельефных повернула потом я вязала за задние полу петли 3 столбика повернула и за эти же задние полу петли 3 столбика то есть у меня моем случае половиночка вот складки на вот это вот две петли они в итоге превратились 8 петелек и то же самое со второй половиночкой я провязала 3 повернула 3 повернула и 2 получается тоже 8 петель так значит у меня всего в спинке в этом ряду было 5 петель потому что и плюс мы сделали с вами линию реглана прибавку до получилось 6 петель я провязала одну кромочную потом у меня 4 петельки ушли на складку и соответственно вот смотрите я подошла к линии реглана я шестую петлю провязываю получается возле линии реглана и вяжу в линию реглана новую линию реглана то есть под вот эту воздушную петельку я вяжу столбик с накидом воздушная петля и сюда же столбик с накидом так дальше у нас с вами идут петли рукава с первым ряду у нас по расчетам было 4 петли рукава но за счет того что мы вяжем с вами реглан у нас мы знаем на каждой линии реглана идет прибавка за счет чего полотно у нас и расширяется соответственно теперь у меня 6 петель в рукаве я вяжу 6 столбиков с накидом вот я дошла до линии реглана провязываю в нее столбик воздушная петля столбик дальше у меня идет перед значит у меня в предыдущем ряду на передней части было 6 петелек ну поскольку мы опять же вяжем реглан то в этом ряду у меня уже стало 8 петелек и здесь у меня тоже будут складочки поскольку у меня изделие маленькое количество петель у меня здесь тоже мало то и складочки я здесь буду делать маленькие но тем не менее они прибавят мне изрядное количество петель в ряду значит первую петельку переда я провязываю просто столбиком дальше я начинаю вязать складки вяжу рельефный столбик с накидом здесь будут складочки на одну петлю всего лишь поворачиваю нахожу эти не провязанные петельки верхушечку вяжу за заднюю стенку получается прибавку то есть два столбика так нахожу свободную переднюю стенку за нее тоже провязываю два столбика вот она эта стеночка тоже прибавку за нее провязываю у меня такая пока еще маленькая складочка совсем крошечная так теперь за следующую петлю вяжу получается так за следующую вяжу за заднюю стеночку два столбика с накидом то есть делаю прибавку теперь ищу переднюю свободную вот она тут главное не перепутать их 2 поворачиваю вот он у меня остается столбик свободный за который я делаю рельефный то есть у меня здесь все вокруг одного столбика по сути своей вращается лучше у меня получилось вот пока что малюсичная такая складочка так дальше у меня снова складка снова делаю рельефный столбик так поворачиваю очень внимательно отыскиваю здесь петельки за которые я сейчас буду вязать вот сейчас я буду вязать прибавку за вот эту вот заднюю стеночку а потом прибавку зовут эту переднюю стеночку тут главное не перепутать петельки потому что когда складки тонкие такие в одну петлю тут очень легко все перепутать сюда вяжу прибавка и за вот переднюю до оставшиеся вот она тоже прибавка так теперь у меня снова идет встречная складочка то есть я нахожу следующую петельку и сначала вяжу прибавку зовут эту заднюю стеночку потом поворачиваю вижу прибавку за оставшуюся свободно переднюю стеночку то то есть за один и тот же столбик фактически вот два столбика за заднюю и поворачиваю тут опять же надо быть внимательным и не попутать и два столбика за свободную переднюю теперь вот у меня этот столбик вокруг которого я вязала за верхушки я за него теперь вяжу столбик с видом рельефный и как следует опять же хорошо надо вытянуть ниточку для того чтобы у нас тут полотно потом низку кожи лась вот у меня уже две складочки готова и теперь я вяжу третью складочку тоже самое сначала у меня складочки будет рельефный лицевой столбик так теперь я поворачиваю и нахожу вот они у меня эти петельки сначала я свяжу прибавку за эту стеночку потом поверну и свяжу прибавку вот за эту стеночку так вот вижу прибавку за одну стеночку разворачиваю и вижу прибавку вот за оставшуюся свободной стеночку так остается у нас с вами последняя встречная складочка нахожу я следующую петельку и буду вязать прибавку вот сначала за заднюю стеночку потом прибавку за переднюю стеночку затем провяжу лицевой рельефный столбик затем провяжу лицевой рельефный столбик за этот же столбик и на этом у нас складки на передней части закончится на полочке вот вижу прибавку за заднюю стенку потом за переднюю стенку и лицевой рельефный столбик за этот же самый все столбик делаем так теперь у нас остается в этом ряду один последний столбик с накидом и и мы подошли снова к линии реглана и мы снова вяжем в линию реглана столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом вот на данный момент как у нас выглядит пока что изделие уже видно что тут складочки формируются интересные дальше у нас с вами идут петли рукава предыдущем ряду у с вами был 4 петли теперь у нас 6 за счет линии реглана вяжу 6 столбиков с накидом без убавок без прибавок вот я подошла опять к линии реглана провязываю в нее столбик с накидом воздушная петля и столбик с накидом и дальше у меня идет оставшаяся часть спинки которую я провязываю в принципе так же как мы вязали и вот эту вот часть я вижу столбик с накидом дальше у меня пойдет складка на 2 петли я вяжу вот за следующие два столбика лицевые рельефные столбики с накидом сначала один вытягиваю хорошо теперь за следующий 2 вытягиваю хорошо теперь разворачиваю так нахожу свободные петельки вот они две у меня остались сюда вижу получается столбик значит при прибавку за заднюю вижу потом вяжу столбик потом поворачиваю сюда вяжу прибавка заставшийся передний и столбик так значит вижу прибавка так прибавка меня второй вот он свободный это столбик вот у меня две петельки остались свободными стеночки вот она и вот она сюда вяжу прибавку а сюда за второй столбик прибавка и просто столбик вот половинка складочки у нас получилось теперь вот у меня следующие две петельки сюда значит я вяжу столбик сюда вяжу прибавку только за задние полу петельки столбик за задние полу петельки прибавка вот я провязала получается за задние полу петельки столбик и прибавка теперь разворачиваюсь вяжу за оставшиеся свободные петельки столбик и прибавка теперь мне остается найти вот они эти два столбика и за них провязать лицевые рельефные столбики вот что получается и мне остается последний столбик в этом ряду провязываю просто столбик с накидом вот что получается сейчас друзья это был самый сложный у нас ряд потому что здесь мы делали кучу складочек если вам до конца не понятно как это делать может быть не очень хорошо видно на этой пряжи вы посмотрите пожалуйста предыдущий видео урок где я показывала на другой пряжи другого цвета она там более толстый там может быть лучше видно чем у меня здесь чтобы вы поняли сам принцип вязания складочек если попробовать схематично изобразить как мы вяжем да то есть по сути мы вяжем получается вот предположим у нас есть столбики до идут то есть сначала мы вяжем за тела затем мы разворачиваем вяжем при бабочку и еще столбик за верхушку затем на вот так вот разворачиваем и вяжем здесь уже при бабочку и столбик за петельки вот если смотреть сверху да то есть сначала мы вяжем здесь рельефный столбик затем здесь у нас получается мы вяжем прибавка столбик а затем здесь мы вяжем прибавка столбик да а если дальше мы пошли вязать да то есть мы уже вяжем представим что это вид сверху здесь столбик прибавка сюда вот сторону разворачиваем здесь столбик прибавка разворачиваем и едва рельефных делаем да то есть сначала ну так вот как то получается сначала вяжем сюда потом сюда потом сюда 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 вот у нас вот наша складка она по сути вот она и вышла вот такая вот еще раз говорю посмотрите предыдущие видео если не понятно но в принципе дальше у нас с вами все будет попроще смотрим что же мы делаем дальше вяжем с вами третий ряд делаю 2 петельки подъема поворачиваю и начинаю вязать вот прямо по столбикам тут может быть немножечко сначала тяжеловато но все понятно 1 вот он 2 то есть я пошла вязать уже по складке там 3 тут не спешите вывязывайте все все петельки 4 если трудно можно прям вот так вот раздвигать чтобы все были петельки видны то на 5 у меня петелька вот она шестая в уголке 7 сложным тоже может быть показаться только этот ряд остальные там все просто 7 мая восьмая 9 10 11 вот я снова кладочки к самым с к изгибом начинаю подходить тут 13 может быть плохо видно я опять утром как следует раздвигая чтобы не было видно 14 15 15 вот они бедны 16 17 18 и вот смотрите вот я дошла до линии реглана если вы их теряете я вам советую на них маркеры ставить для того чтобы хотя бы по первости не терять вот она мне эта галочка линия реглана 19 то есть у меня смотрите получается что на задней части на спинке получилось аж целых 19 петель вот за счет того что мы сделали складочку вот это вот и теперь я делаю прибавку в линию реглана провязываю столбик воздушная петля и столбик вот она линия реглана провязана так рукав в рукаве у меня никаких рисунков ничего не было здесь у меня получается 8 петель 8 петель я подошла опять к линии реглана вот она моя галочка линия реглана который я снова вяжу столбик воздушная петля и столбик вот так дальше у меня будет передняя часть тоже с обе лент этих вот загибов складочек я уже посчитала у меня на передней части должно получиться 34 петли который мне надо не потерять опять вот раздвигаю как следует смотрю где у меня они тут прячутся 5 так 6 так 10 вот уже 10 я провязала вот раздвигаю снова чтобы мне ничего тут не потерялась 11 12 13 15 уже провязала ну таким образом я довязываю до следующей линии реглана у меня здесь 34 петли как я уже сказала вот я провязала 34 петли вот она у меня снова линии реглана под которую я снова вяжу столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом и дальше у меня опять идут 8 петель рукава без убавок без прибавок так вот я опять подошла к линии реглана здесь опять у меня будет сто столбик воздушная петля сюда же столбик и у меня остается опять петли спинки 19 столбиков я довязываю их самостоятельно значит друзья когда вы будете вот этот ряд вязать у вас там может быть другое количество столбиков если вы вяжете по своим размерам я вам советую обязательно перед тем как вот приступить к провязанию вот этого третьего ряда просчитать количество петель которые у вас должно получиться как это сделать вот я когда вам показывала так как мы вяжем складку смотрите мы здесь вяжем допустим 1 петля 2 здесь прибавка 3 4 5 прибавка 6 7 8 да то есть 1 2 3 4 5 6 7 8 из двух столбиков у меня получается 8 петель то же самое здесь 8 до провязала дальше 9 10 11 12 13 14 15 16 то есть 4 столбика вот эти вот в итоге у меня дали 16 петель если я вижу допустим прибавка на один столбик да вот я вижу раз потом 2 3 потом 4 5 6 7 8 9 10 то есть из двух столбиков у меня получается 10 петель в итоге да а из 4 столбиков у меня получилось в итоге 16 петель вот это мы с вами обязательно должны понять и просчитать для того чтобы когда вы будете вязать этот ряд у вас вы не пропустили ни одну петельку у вас все совпало все сошлось в итоге вот у меня получилось в этом ряду вот какое большое количество петелек у меня получилось видите 19 по спинке а спереди аж по 34 петли то есть количество петель существенно увеличилось и очень важно не пропустить теперь смотрите я примерила эту часть кокетки на куколку на свою понимаю что мне здесь принципе уже пора делать подрез рукава то есть мне здесь вязать саму кокетку достаточно не есть отдельное видео как вязать подрезы рукава ну есть я здесь естественно тоже покажу сначала я провязываю все петли спинки на данный момент у меня их уже 20 без убавок и без прибавок я дохожу до линии реглана на у меня вот она опять же говорю если вы вяжете еще новичок вам трудно ориентироваться ставьте вот всегда вот под эту цепочку маркера для того чтобы не запутаться я провязала 20 получается петель дошла до линии реглана теперь двадцать первую петельку я вяжу непосредственно в линию реглана 1 столбик вот так то есть здесь у меня получается всего в моем случае 21 столбик дальше мне нужно набрать какое-то количество петель под подрез рукава я уже говорила что я это делаю произвольно примеряя прикладывая сейчас я набрала 4 петли 4 мне кажется что надо побольше наверное 6 наверное сделаю это только регулируется примерками тут никакой формулы расчета нет 6 петель я думаю что мне хватит нахожу следующую линию реглана провязываю в нее столбик так то есть все я замкнула кокетку с этой стороны можно посмотреть примерить на куклу как это будет нормально будет немного ли не мало дальше у меня идут все петельки кокетки значит в прошлом ряду меня их было 34 но теперь за счет того что мы сделали прибавки на линии реглана их должно получиться 36 петелек 36 петелек и я дохожу до следующей линии реглана где мы с вами встретимся провязала я 36 петель и дошла до линии реглана и провязываю сюда тоже один столбик вот что меня смотрите получается то есть у меня здесь было 36 петель да еще по одной в каждую линию реглана то есть всего я провязала 38 столбиков теперь я снова вижу подрез рукава я снова набираю 6 петелек снова отыскиваю линию реглана вот она у меня идет если бы не складки она была бы лучше видно тут немножко путает нее вижу столбик с накидом и дальше я довязываю по спинке у меня по спинке остается 20 петель то есть всего у меня теперь вот на этой части на спинке 21 столбик с накидом вот что на данный момент у меня получается так вот сейчас мы померяем на кукле чтобы было понагляднее по понятнее так так вот смотрите такая вот прелесть получается у нас дальше по по мере вязания платится будет становиться таким пышненьким вот все это хорошо видно следующий ряд мы с вами будем вязать без убавок без прибавок и провязывать петли под подрез рукава вот смотрите до подреза рукава у меня здесь 21 петелька вот я вижу до подреза 21 столбик вот я дошла до подреза вот она и под него просто под цепочку я вижу 6 столбиков раз у меня здесь 6 петель то и количество столбиков тоже будет 6 мне этого достаточно 6 вот так иначе дальше у меня идет 38 столбиков по передней части я провязываю и дохожу снова до следующего подреза вижу снова 6 столбиков точно также под подрез и у меня остается еще 21 столбик по спинке встретимся с вами в конце ряда вот я провязала этот ряд всего у меня в ряду получилось 2 92 столбика с накидом я хочу еще один ряд провязать точно также 92 столбика без убавок без прибавок а затем замкнуть вязание в кольцо соедините встретимся с вами следующем ряду провязала я еще один ряд у меня это 6 вот что мне на данный момент получается и теперь мне нужно соединить вязание в кольцо вообще как соединять вязание в кольцо какие есть варианты есть отдельный видео урок значит у меня вот это получается странам все равно какая лицевая какая изнаночная собственно говоря теперь у меня нахлёст будет на сколько петелек значит нахожу у меня с этой стороны петелька значит вот эта половинка у меня должна быть сверху то есть вот так я сделаю нахлёст на 3 петельки что это у меня значит это значит что я нахожу третью петлю вот она у меня раз два три вот она третья вожу сюда крючок и ниточку протаскивая так вот у меня половинки друг на друга наложились теперь я делаю 3 воздушных 2 воздушных петельки подъема можно и 3 так теперь очень важно определиться с направлением рисунка то есть если бы я вязала дальше поворотными рядами то я бы в эту сторону и пошла вязать что не ряд здесь закончился да то есть у меня отойдет лицевой изнаночной поворотной ряды поэтому тут важно не запутаться значит я дальше делаю что следующие две петельки я провязываю вот вместе вот в нахлёст друг с другом столбик с накидом и следующие тоже вот я через нее и через следующее так у меня получилось здесь петли подъема я 2 сделала можно три сделать кому как удобно и дальше еще две петли связала вместе то есть все три петли вместе связано вот это как у меня будет выглядеть и дальше я продолжаю вязать по кругу оставшиеся столбики значит смотрите поскольку мы друг на друга наложили полочки 3 петли на 3 петли да у нас количество петель уменьшилось она у нас уменьшилась на 3 потому что нахлёст был на 3 петли и у меня теперь в этом ряду получится всего не 92 столбика как у меня было в предыдущих рядах а у меня получится получается восемьдесят девять петель то есть петли подъема и 88 столбиков всего 89 петелек по кругу вот об этом нужно не забывать для того чтобы не спится при подсчете количество петель я продолжаю вязать по кругу теперь и встретимся с вами в конце ряда он дошла до конца ряда теперь нахожу петельки подъема в свои вот во вторую петельку подъема делаю соединительный столбик смотрим что у нас получается такая вот пышная припышная вообще туничка получится у меня это будет туничка вас может быть платье и теперь на этом этапе нужно проверить наденется ли одежда на куклу вдруг мы просчитались где-нибудь мы просто не сможем ее надеть мне тут кукла еще видите у нее все сгибается попроще надевается если вы делаете на какую-то куклу который более жесткое тело и не сгибаются допустим руки то обязательно рассчитывайте так чтобы вы могли надеть на куклу вот он будет у меня буковка стежка вот что у меня на данный момент получается все наделось все отлично я хочу провязать еще несколько рядов вот смотрите как интересно да мы можем уже вот так закончить там сделать какую-нибудь рюшечку по низу может быть какая-то короткая такая вот кофточка я хочу провязать где-то наверное вот так вот у меня это будет туничка да можно сделать длинное получится платье то есть такая достаточно универсальная модель и можно и делать как вот как сейчас коротким рукавом так и с длинными я еще по поводу рукава не решила посмотрю по ходу вязания как мне что понравится и встретимся с вами когда я движу до конца здесь у меня уже никаких убавок прибавок не будет то есть я продолжаю вязать поворотными рядами поворотными для того чтобы сохранить узор рисунка раз я вязала все поворотными да то есть я снова тела столбики подъема 2 или 3 воздушные петельки поворачиваю и в обратную сторону точно также по кругу продолжаю вязать а в конце ряда я нахожу эти петли подъема и делаю в них соединительную петельку встретимся с вами когда я довяжу длину изделия до конца вот я провязала еще три ряда у меня получилось вот такой вот симпатичная туничка если вы хотите конечно платье вы можете вязать еще несколько рядов дополнительно у меня это будет туника на этом я пока еще не останавливаюсь я хочу провязать последний ряд сделать каем очку как бы кромочку что я делаю я делаю воздушную петельку подъема и дальше вяжу такой очень простой рисунок я вижу три столбика без накида в одну петельку соединительный столбик следующую петельку снова три столбика без накида в одну петельку соединительный столбик следующую петельку и продолжаю вот таким образом вязать таким узором до конца ряда такая вязочка у меня получилась в итоге вот так вот теперь мне остается попрятать ниточки пришить пуговку сюда и сделать какой-то декор по декору если буду делать я сделаю отдельный видео урок я всегда все элементы декора выкладываю отдельные видео уроки для того чтобы вы могли их дальнейшем использовать для вязания для украшения каких-то других изделий и покажу вам в итоге что у меня получится после декора если что-нибудь получится